Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новая серия на проекте Мазин Холиплей. Сегодня будет полезное видео, потому что я вам расскажу про такую работу, как мегауборщик. Я считаю, что это лучше работать для новичка, потому что там можно за час заработать неплохие деньги. Также там очень классная система скиллов, которая позволяет просто за буквально несколько часов качать очень хороший скилл и зарабатывать еще больше денег. Поэтому, пацаны, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, также не забывайте в виде промокод, пишите мм, потом промокод, указать друга ютубера и пишите промокод Кирилл Гейм Капсом, за который вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервале Мазин Холиплей. Также, пацаны, не забывайте то, что у меня есть семья, как бы вот, я активно ей занимаюсь, поэтому, кто хочет вступить к нам в семью, пишите мне в игре, пишите мне вконтакте. Всех с радостью могу принять. Наша цель это тысячу ваучеров, наша семья пока что на первом месте, и я надеюсь, что она будет всегда на первом месте, поэтому, кто хочет к нам в семью, пишите, звоните, вступайте, всем будем рады. Я предлагаю сразу поехать сейчас, получается, на работу, устроиться, и я вам покажу, что она вообще из себя представляет, что там нужно делать, какие сложности, какие лайфхаки есть. Я вам сегодня это все расскажу, покажу, поэтому реально работа интересная, и видосик тоже будет интересный. Я думаю, вы привыкли, то, что я, пацаны, снимаю, там, купил-продал, купил-продал, мне самому это надоело, пацаны, честно говорю, поэтому я, как бы, устроился на эту работу, она мне очень сильно понравилась. Вообще, изначально, скил я здесь прокачал для того, чтобы выполнять, как бы, ежедневные задания, потому что там бывают такие задания, то, что связаны именно с этой работой, и из-за того, что у тебя скилла нету, ты не можешь их выполнить. Я именно закачал скилл, чтобы выполнять ежедневные задания. Итак, изначально, мы приезжаем в любую точку, как бы, эта работа есть в Южном, в Батырево и в Арзамасе. Пишите, получается, GPS, потом, работы, и здесь у нас есть, вот, видите, база снегоуборщиков. Вот, Южный, Арзамас, Батырево. Лучше всего, я считаю, работать в Батырево. Почему? Потому что здесь очень мало светофоров. Здесь всего два светофора в Батырево, и это реально круто, потому что тебе нужно постоянно возвращаться сюда и брать лопату, и, как бы, ты не теряешь много времени. А если в Южном, либо в Арзамасе, как бы, там очень много светофоров, тебе придется стоять, ждать. Короче, будешь терять много времени, поэтому всем советую работать именно вот, в Батырево. Работа доступностью, что с третьего уровня. Я работаю постоянно в Батырево, мне здесь больше всего нравится, и я вам здесь тоже советую это делать. Так, все, я устроился, нам нужно еще взять вот лопату. Я могу еще свипер взять, честно, я еще его не брал, мы его возьмем в этой серии. Вот, нам нужно взять сначала просто лопату. Если что, уровень посмотреть можно только на работе, через команду скилл вы посмотреть уровень не сможете. Вот, у меня, если что, пятый уровень, я буду дальше его качать, как бы, я хочу прокачать там до КамАЗа примерно. За три часа, пацаны, вкачал пятый скилл, запомните, три часа, может быть, даже быстрее, потому что где-то два с половиной, три часа за это время вы вкачаете пятый скилл, пацаны. Реально, работа очень классная. Она похожа очень сильно на рыбалку. Вот рыбакам вообще здесь будут по кайфу, потому что здесь нужно все делать то же самое, что на рыбалке. Также здесь такая есть фишка, то что каждый пейдей на каждой работе платят чуть больше. Вот, видите, здесь батарею сейчас платят 310 рублей, а в южном платят 3042 рубля. Если вы работаете ночью, пацаны, то лучше смотрите на этот график и работайте там, где больше платят, потому что просто днем светофоры работают, а ночью они не работают. Поэтому, если работаете ночью, то можете на этот график обращать внимание. Если что, сугробы спавнятся каждый пейдей. То есть, есть такое определенное количество сугробов, которое может закончиться. Это нормально. Но каждый пейдей, они спавнятся заново, если что. Теперь пишем команду job, отметить сугроб и все, едем на сугроб. Там ничего сложного, в принципе, нету. Просто берем и работаем. Я вот на елике всегда катался, вот, музыку включал и по кайфу работал, реально. За один раз вы убираете, если что, 5%. Одной лопаты хватает полностью на один сугроб. Так, отметить сугроб. Вот, здесь рядом есть сугроб, в принципе. Сейчас поедем, я вам все покажу. Ну, типа, работа такая, знаете, однообразная, но она не сложная. Как бы платят за один подходик, платят там, ну, 3000 просто, вот, видите. Поэтому, работа реально по кайфу. Просто берешь, клацаешь кнопочки и все. Ты ебаный ты хуй волосатый, блядь. Проебал, видите, сугроб. Кстати, я работал час здесь, то за час, сколько, ну, тысяч, наверное, 300, да. Но это при x2, сейчас x2, по-моему, нету. Хотя, я, блядь, не помню, x2 на эту работу влияет или нет. Ну, типа, здесь реально для новичка вообще по кайфу. Работа не тяжелая, ничего делать не нужно. Просто там берете машину, любую просто. Если вы новичок и там у вас бабок толком нет, уберите велик просто и все. Мне вот просто интересно, когда зима закончится, эту работу полностью уберут, либо ее просто переработают. Ладно, короче, побежали на свипер, но все говорят то, что скил лучше качать на лопате. Он, ну, быстрее качается на лопате, чем на этом свипере. Так, ну, блядь, такая машинка интересная. Интересный такой автомобиль. Так, у меня ломка, блядь, но у меня нарка нету, чтобы утолить эту ломку. Так, ну, по чекпоинтам ездить. Ну, сейчас посмотрим. Ну, мне кажется... А, расцепление надо включить. Бля, подожди. Включить расцепление. Ну, и шо? Бля, что-то нихуя не понял. Так, ну, вот, включил я, да? А, осталось вещество 247 килограмм. Нихуя себе. Вот на этой машинке я не знаю, сколько можно за час заработать. Давайте подсыпать так. Если здесь будет много лайков, то я на этой хреновине час поработаю. И посмотрю, сколько здесь платят за час. Но если я вижу хороший актив под этим видео, много комментариев, то я запишу видео, где мы поработаем час именно на вот этой машинке. На лопате, в принципе, я понял, сколько там можно заработать. А вот на машинке, честно, без понятия. Ну, все говорят, что проще качать скилл на лопате, чтобы потом на КАМАЗ сесть. Как бы, я видел в заданиях ежедневных, типа, залить мощь из средств в СТО. А в каком СТО, я хуй знает. Поэтому, сейчас посмотрим. А, кстати, нам сразу деньги платят. Сколько за чекпоинт? 568 рублей за чекпоинт платят. Бля, я не знаю, это хорошо или плохо. Просто на лопате там тебе занимает, ну, секунд 30, да, чтобы там сугробчик убрать на 5%. А здесь за одну метку 568 рублей. Ну, хуй знает, хорошо это или плохо. Мне интересно, когда будет Х3, типа, эта хуйня будет, как бы, влиять на эту работу. А если будет влиять, то прикиньте, 1500 за чекпоинт. Ну, блин, хрен знает, пацаны. Надо посмотреть, надо проверять. Ну, я не знаю, на лопате, наверное, можно меньше заработать. Но на лопате реально легче скилл качать, чем на этой машинке. Но, пацаны, как бы, скилл здесь можно вкачать, мне кажется, 10-й за 6 часов. Реально, пацаны, за 6 часов здесь можно вкачать с нуля 10-й скилл. Ну, реально, здесь скилл очень быстро качается и легко. И, по сути, работа не тяжелая, именно на лопате. На сепере, честно, скучно ездить, я вам так скажу. Мне интереснее было на лопате работать, потому что там, как бы, ты работаешь всегда в разных местах. Ты покатаешься по Батырево, смотришь, чем занимаются другие люди. А здесь ты в тупую просто едешь и все. Вы там толпу убираете из сугроб, там, о чем-то общаетесь. Там, ну, реально, интересно, честно. На лопате работать интереснее. Ага, вот, у меня закончилось вот это моющее средство. Так, подержаем, сейчас посмотрим, что там у нас за функционал есть для вот таких вот машинок. В вашем транспорте надеть СТО можно с помощью GPS, бизнеса, 4-е СТО. Нихуя не понимаю, честно. Но вот вы сами видите, как бы, вот, мне написали. Приехать в СТО. И что, блядь, я здесь должен сделать, мне интересно. Может, где-то здесь рядом, блядь, может... Не именно в СТО надо заезжать, что-то я нихуя не реально не понимаю. Не, я не понимаю. Кто, кто шарит, напишите в комментариях. Ну, вот, смотрите, я сам заезжаю, ну, где там это делать надо. Короче, непонятно, пацаны, может быть, они еще это не добавили. Я не знаю, может, какой-то бах. Ну, либо я туплю, ну, я там ничего такого не видел. Короче, что я могу сказать про вообще данную работу в целом. Я пока что работаю только на лопате и на вот этой машинке. Хотелось бы добраться, честно, до КамАЗа. Посмотреть, сколько там платят. Ну, я думаю, мы это сделаем. Там, по-моему, нужен 20-й скилл. 20-й скилл можно вкачать за часов, наверное, 10, я так думаю. Ну, я думаю, за недельку можно спокойно, там, знаете, по часику работать. Возможно, я этим займусь. Возможно, не обещаю. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Приходите к нам в семью. Буду всем очень рад, потому что наша цель это 1000 ваучеров. Поэтому будем рады каждому, кто придет. Нужны люди. Чем больше, чем лучше. Также, кстати, можете выполнять задания, кто в фоме находится. Потому что, если вы выполните все задания, 3, то даются ваучеру фому. Поэтому старайтесь их выполнять. Я вам тоже буду за это очень благодарен. Все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.